Христианская этика Здравствуйте! Мы начинаем вторую лекцию о христианской этике. Сегодняшняя тема о христианах и самоубийстве. В настоящее время в нашем обществе непрерывно слышим шокирующие истории о самоубийстве. Недавно были новости о знаменитостях, покончивших с собой. И пастыре, который совершил суицид. За несколько последних лет среди известных людей, поступивших таким образом, встречались и христиане. В новостях есть история о детях Божьих, которые покончили с собой. На похоронах возле их имен присутствовал крест. Панихида проводилась по-христиански. Как могут верующие, любимые Богом, которых Он считает самыми драгоценными в мире, Так легко лишать себя собственной жизнью. Так легко лишать себя собственной жизнью. Согласно статистике Кореи, В Южной Корее самое высокое количество самоубийств среди членов Организации экономического сотрудничества и развития. 25 из 10 тысяч человек совершают самоубийства. Это значит, что каждый день практически 34 человека лишают себя жизни. И если рассчитать по времени, то каждые 44 минуты один человек совершает суицид. Количество смертных случаев, вызванных дорожно-транспортными происшествиями, достигает 20 человек. Если сравнивать с ними, рейтинг самоубийств очень высок. Могут ли дети Божьи лишать себя жизни? Я часто задаю этот вопрос. Как упоминалось ранее, сегодня многие верующие принимают решение прекратить жизнь. Множество христиан думает о самоубийстве. Прямо сейчас кто-то где-то обрывает собственную жизнь. Среди них есть и верующие. Когда задается вопрос, были ли христиане, совершившие суицид, истинно спасенными людьми? Я не могу ответить положительно. Однако они, без сомнения, были верующими и членами церкви. Для начала посмотрим, что говорит о самоубийстве Библия. По большому счету, в Библии нет конкретных пунктов или постановлений, которые запрещают суицид. Однако она возбраняет самоубийство, Уча нас дорожить и чтить жизнь, данную Богом. В Священном Писании есть несколько человек, которые убили себя. Большинство из них были со слабой верой или не имели ее совсем. Саул, первый царь Израиля, покончил с собой после того, как проиграл в сражении, и находился перед лицом смерти от рук врагов. Когда советник Давида, Ахитофел, увидел, что его совету не последовали, он повесился. Иуда Искариот, один из двенадцати учеников Иисуса, продал своего учителя и покончил собственной жизнью. Самоубийство – большой грех и по следующим причинам. Во-первых, оно выступает против правящего Бога. Господь владычествует над всей жизнью. Человек не творец, но создание. Всевышний дал ему жизнь и назначил управляющим. А это значит, что у человека нет власти делать, как ему вздумается. Совершить самоубийство означает идти против владычества Бога, который является Господом жизни и смерти. Это значит, что такой поступок – величайший из всех грехов. Во-вторых, суицид разрушает в нас образ Всевышнего. Создавая человека, Господь делал его по своему подобию. Поэтому его ценность намного выше животного. Человек – образ Бога. Самоубийство. Быть созданным по подобию Господа – значит иметь дух Божий внутри. Самоубийство – это собственно личное разрушение его образа в себе, что является большим грехом. В-третьих, суицид – великий грех, так как пренебрегает заповедью «Не убей». Десять заповедей разделены на две категории. С первой по четвертую говорится о Боге. С пятой по десятую о человеке. Шестая заповедь гласит «Не убей». Это означает, что убийство – это большое зло, большой грех. Самоубийство является самым великим грехом, потому что лишает человека жизни. В суде дела об убийстве не рассматриваются как легкие. Они всегда предусматривают серьезное наказание. Убить – это не только отнять жизнь другого. Убить – это значит отнять и свою жизнь. И то, и другое – убийство. Вот поэтому суицид считается злом и самым гнусным преступлением. Так же и в христианстве лишение себя жизни считается величайшим грехом. Однако совершающие самоубийства не осознают серьезности этого греха. Они могут принимать, что нанесение вреда жизни другим расценивается как большой грех. Но сведение счета с собственной жизнью люди порой не считают грехом. Мы должны понять, что убийство другого человека и самоубийство – оба являются смертным грехом. Четвертой причиной, по которой самоубийство является большим грехом, – это то, что оно бросает тень на славу Божью, благодаря которой мы живем. Почему Бог создал человека? Он сотворил нас для своей славы. Зачем искупил от греха? Господь избавил верующих для своей славы. В Писании сказано «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делаете в славу Божию». Самоубийство сильно вредит славе Всевышнего и бросает тень на его имя. Как было упомянуто ранее, когда похороны известных людей, совершивших самоубийство, проводили по-христиански, это оскорбляло имя Господа. Недавно в Корее некий артист совершил суицид. В новостях сказали, что человек был известным деятелем, посещавшим церковь. Он был актером средних лет, оборвавшим свою жизнь во время страданий и депрессии. Когда в новостях сообщают, что верующие совершают самоубийство, это умаляет славу Божью. Несомненно, такие новости вызывают глубокую печаль. Давайте рассмотрим моральные стороны суицида. Это проблема не только с библейской точки зрения, но также и с соображений этики. 1. Самоубийство человека всегда оставляет после себя огромное потрясение и боль для всех близких ему людей. Его семья, родственники, друзья, коллеги, соседи и остальные верующие пребывают в шоковом состоянии, печали и боли. 2. Многие члены семьи, в которой совершен суд, получают серьезные психические расстройства и не способны жить нормальной жизнью. 3. Они страдают от всякого рода последствий. Поскольку окружение и семья самоубийцы поражены великим горем и находятся в сложной ситуации, суицид можно рассматривать нравственным злом. Поэтому, даже если вы соблазняетесь мыслю об этом или чувствуете невыносимые обстоятельства, избегаете суицида. Думайте о боли, которую это принесет семье, родственникам, друзьям, коллегам и близким. Самоубийство подвергается критике из-за всей несправедливости и его влияния на людей, прямо или косвенно к нему причастных. Ведь оно способно вызвать чувство вины в тех, кто сталкивается со случаями суицида. Таким образом, суицид – неправильный путь. Он может затруднить выявление правды о происшедшем. Те, кто совершает самоубийство, как правило, оставляют записки, чтобы объясниться. Но, несмотря на это, людям, причастным к самоубийству, трудно избавиться от их обвинений или от чувства вины. Мало того, что самоубийство не дает возможности проявиться справедливой информацией о происшедшем и возлагает ответственность на тех, кто рядом, но, кроме этого, сам поступок является безнравственным. Третье. Обсудим вопрос спасения тех, кто лишает себя жизни. Слушая последние новости о случаях самоубийства христиан, мы начинаем об этом задумываться. Верующие совершают суицид. Могут ли христиане, сделавшие такое, спастись? Все ли, кто совершает это, идут в ад? Я получаю множество таких вопросов. Многие пасторы в церкви учат, верующие, лишающие себя жизни, они не будут спасены. По правде говоря, некоторые церкви не проводят даже панихиды для самоубийств. С их точки зрения, те, кто совершили самоубийство, не спаслись, так как не покаялись. По их утверждению, спасение не исходит лишь от веры, но также и от покаяния. Так как человек после суицида не имеет возможности раскаяться, он не может быть спасен. Верующие становятся детьми божьими, когда получают спасение через веру в Иисуса. Спасенные христиане, несомненно, искуплены, потому что Бог милосердия никогда не оставлял их. В Евангелии от Иоанна, пятая глава, стих 24, сказано, что верующие в Христа перешли от смерти в жизнь. Согласно пяти пунктам пресвитерианского учения Жанна Кальвина, в четвертом пункте говорится о неотразимой благодати, а в пятом о безусловном предопределении. Эти пункты утверждают, что тот, кто не получает благодать спасения, не спасается. А тот, кто однажды унаследует избавление, не лишится его. Из-за того, что мы раскаялись, когда впервые поверили в Иисуса, нам были прощены все прошлые, настоящие и будущие грехи. Христиане спасаются через веру в праведность Иисуса. мы не спасены своей нравственностью, но получаем спасение праведностью Христа. В Евангелии от Иоанна, 13 глава, стих 10, говорится, что омытому нужно омыть лишь ноги. омыться означает то, что человек перерождается Словом Божьим и Духом Святым через покаяние и веру в Иисуса. Человек получает прощение с всех своих прошлых, настоящих и будущих грехов. Если спасенные верующие грешат и не получают шанса раскаяться прежде, чем умрут, то значит, они и не спасаются. Есть такая точка зрения. Еще некоторые утверждают, что внезапно умершие от несчастных случаев или по болезни христиане не имеют избавления. Обе эти точки зрения неправильное утверждение. встречаются верные христиане с болезнью Альцгеймера, которые совершают самоубийство. Другие погибают, впадая в депрессию. они верили в Иисуса, хоть и поступили нечестиво. И по вере получают спасение. нечестиво. Таким образом, утверждение, что в подобных случаях люди не могут спастись, довольно необоснованно. мы христиане можем полагать, что такие случаи самоубийств это результат психических заболеваний, а не духовных проблем. Несомненно, не все, кто пытается совершить суицид, делают это из-за психических отклонений. Но чаще всего это именно так. Согласно статистике, чем больше человек страдает от депрессии, тем больше у него появляется суицидальных мыслей или планов относительно этого действия. Согласно исследованию смертельных исходов самоубийств, не менее 90% покойных страдали психическими заболеваниями. Я верю, что если у вас сильная вера, вы не почувствуете желание совершить это. безусловно, это точка зрения с духовной стороны. Как было ранее упомянуто, Саул, Ахитофел и Иуда Искариот собственноручно расстались с жизнью по причине либо отсутствия веры, либо потому, что не относились к числу избранных. однако, с точки зрения психических заболеваний дело обстоит по-другому. Пасторы или христиане с благочестивой верой также страдают от депрессии или других расстройств, которые заставляют их бороться с суицидальными мыслями. Я знал одного пожилого пастора. Он был глубоко верующим, праведным и преданным человеком. Однако, у него обнаружилась депрессия. Есть много видов депрессии. Некоторые становятся подавленными и грустными. другие разрушают все, к чему прикасаются. Самая пугающая форма депрессии это та, которая заставляет людей совершать самоубийство. депрессия. Существует еще один вид, который побуждает думать о смерти и подталкивает к ней. Пожилой пастор страдал от такой депрессии. И другие пациенты в той больнице мучились тем же самым. Многие из них совершили самоубийство и только по Божьей милости тот пастор не сделал подобного. Он прошел реабилитацию. В духовном смысле истинно верующие не могут лишить себя жизни. но если у человека диагностируют серьезное психическое расстройство такое как депрессия он может предпринять попытку суицида независимо от своей веры. Психиатры утверждают, что когда людей поглощают безнадежные мысли, они перестают думать о других вещах. Они зацикливаются на одной теме, все сильнее погружаясь в нее. Такое состояние называется туннельный синдром. Это ощущение нахождения внутри туннеля. Оно приводит человека к мысли, что есть только один выход. ему кажется, что нет никаких вариантов, кроме движения вперед. у людях в депрессии проявляются симптомы туннельного синдрома, когда они чувствуют, что самоубийство это единственная альтернатива для выхода из своей безнадежности. Теперь давайте обсудим проблему ритуальных услуг самоубийцам. Правильно ли, если церковь проводит панихиду по тем, кто лишил себя жизни? Многие пасторы церквей в Корее отказываются от выполнения этого ритуала для таких людей. Они рассматривают самоубийство как тяжелое преступление и считают, что такая панихида может быть расценена как церковная терпимость ко греху. панихида конечно суицид должен быть предотвращен, потому что он идет вразрез с тем, чему учит Библия. Однако когда вера семьи самоубийцы колеблется и общество относится к ней предвзято, церковь через панихиду может принести этой семье утешение и окружить ее заботой. Четвертое. Мы рассмотрим, как можно преодолеть искушение самоубийства. Суицид это духовная и моральная проблема. Мы христиане должны бороться с ней, избегать предотвращать ее и сопротивляться такому злу. Сегодня мы окружены экономическими проблемами, домашними неприятностями, одиночеством, сложными ситуациями в школе и на работе, болезнями и проблемами с противоположным полом. Что делать христианам в этом мирском окружении, где люди презирают жизнь? мы не мы мыслить радикально, даже если жизнь противоречит здравому смыслу или причиняет боль. Библия показала, что даже люди с исключительной верой страдали от искушения смертью. Иов потерял все, что имел и жаждал смерти в ужасных условиях. Иона просил Бога, чтобы тот забрал его жизнь после того, как Господь дал и отнял растение, защищавшее его от палящих лучей. Из-за искушения смертью пророк Илия призывал Всевышнего, чтобы он умертвил его. Илия попросил лишить его жизни после смертельных угроз и побега от Езавели. Он переживал подавленность, получая от этой женщины угрозы своей жизни. Тогда как он служил своему Господу всем, что имел. Любой человек мог бы чувствовать то же самое при сходных обстоятельствах. Но верующие должны помнить, что в жизни ничего не происходит бессмысленно. Наша жизнь находится в руках и под контролем Божьего владычества. Бывают времена, когда жизнь становится трудной. Но мы должны знать, что боль дает нам духовный рост. зрелым станет духовно зрелыми, Бог будет использовать нас для своей цели и поведет по пути благословений. церкви, духовному собранию необходимо заботиться, чтобы верующие не впали в искушение самоубийством. церковь должна стать общиной с любовью служащей всем окружающим людям и приглядывающей за христианами, находящимися в подобных ситуациях. церковь должна нести надежду отчаявшимся, унывающим, утовленным христианам посредством Божьего Слова. Верующие призваны нести любовь и проявлять внимание к одиноким людям, понимая, что жизнь драгоценнее, чем весь мир. И не стоит умирать неправедной смертью. церковь церковь призвана проявлять глубокую любовь к христианам, страдающим от серьезной депрессии, и заботиться о том, чтобы они не сделали чего-то непоправимого. Ячейки и небольшие группы должны расширять свою сферу деятельности и нести общение любви, которая поможет предотвратить самоубийство. Пришло время нам понять, что церковь и ее прихожане нуждаются в заботе, и мы должны обеспечить ее, на этом мы завершаем вторую лекцию по христианской этике. Спасибо!